Всем привет! Сегодня мы с вами научимся делать таросик свадебный мини-букет техники канзаши. Для этого нам понадобятся атласные ленты двух цветов шириной 2 сантиметра и также атласные ленты тоже двух цветов шириной 4 сантиметра, нитки, иголка, проволока, пинцеты, ножницы, также ткань красного цвета и свечка. Мы с вами сделаем четыре цветочка одинаковых и один у нас будет посередине, он будет отличаться. Для того чтобы сделать один из четырех цветочков мы возьмем два цвета и на каждом прямоугольнике длиной 4 сантиметра в середине сделаем именно вот с краю зацепочку небольшую. Буквально один, два, три. И можно обрезать. Вот так посередине у нас получилось. Теперь на каждом прямоугольничке мы посередине также прошьем. Вот я прошила каждый прямоугольник и теперь мы начнем с вами собирать лепестки и соберем их в цветок. Теперь нам нужно вот так расправить и получится часть нашего цветочка. Теперь здесь проложим строчку. Таким образом. И чередуем цвета. Теперь нам нужен вот этот цвет. Мы проложили. И так до конца. Шесть штук. Вот у нас на нитке шесть лепестков. Теперь мы стягиваем их. И соединяем в один цветок. То есть так же здесь прошиваем и можно еще немножко по верху пройти здесь. Но не отходить далеко от центра. Вот такой цветочек у нас получился. Таких должно быть четыре. Теперь мы приступим к выполнению второго цветка. Для этого мы взяли два квадратика разного цвета. Сгибаем квадратик в треугольник. Уголочек можно подплавить таким образом, чтобы он у нас закрепился. Теперь подплавили кончик, прикладываем второй треугольничек и к центру мы подгибаем. Один подгиб сделали и второй подгиб. Вот у нас как получается. Теперь внутрь. И вот заготовка для нашего лепесточка. Теперь возьмем ножницы. Немножко обрежем кончик. Чтобы он не мешался сильно. Лучше взять пинцетиком. И подплавить кончик. Теперь вот эту часть нам нужно будет немножко подрезать. Вот таким образом я ее подрезала. И также подплавим. Еще раз здесь пройдемся. Вот такой лепесточек у нас получился. Всего таких лепестков должно быть шесть. Вот наши шесть лепесточков готовы. И теперь мы их также между собой на одну нить вот таким образом соединяем. Мы между собой сшили лепестки. Все наши цветочки готовы. Теперь нам необходимо сделать тычинку. Для этого я возьму проволоку. Нанизываю на проволоку. Вот такую вот тычинку наше будущее. Затягиваю. Теперь здесь перекручиваю на основание. И вытягиваю в проволоку. И нам необходимо войти в центр нашего цветочка. И протянуть проволоку. Вот таким образом получился наш цветочек. И теперь нужно с каждым цветком так повторить. А красный цветочек я покажу отдельно. Вот у нас получились цветочки. А основной наш цветок мы сделаем из трех тычиночек. То есть также нанизываем по бусинке. И теперь три тычинки внутрь также просовываем. Как на этих цветках. Чтобы тычинки не расходились, их также здесь можно между собой переплести. Вот таким образом мы их закрепили. Теперь собираем наш букетик. Это будет наш центровой цветок. И по краям четыре цветка. Вот таким образом мы их соединили. И снизу также мы скручиваем нашу веточку. И здесь можно подогнуть. Вот так вот. Теперь мы приступим к оформлению. Для этого немножко белую ткань откручиваем. Я взяла фетр, потому что он не крошится и его не нужно обрабатывать. Таким образом мы их крутим. Вот так у нас получилось. Теперь мы возьмем также два цвета. Красный и белый. Здесь мы проделали отверстие. И сюда нам нужно просунуть нашу ножку. Так же и с белым цветом. Так же отверстие и ножку сюда. Вот таким образом не до конца мы продеваем. И красиво собираем. И нитками здесь прошьем. Вот таким образом я прошила. Можно любым цветом, потому что это место мы сейчас закроем. Немножко вот так еще стягиваем. И так же атласной лентой здесь делаем обмотку. Вот я затянула, завязала бант. И такой красивый таросик в виде маленького свадебного букетика у нас с вами получился. Так же края я немножко сделала волнистыми. Спасибо большое за внимание. Пока-пока.